всем привет сегодня у нас 14 июля у меня тут последние на сегодня пол круга в салоне у меня два пассажира пока что день сегодня был достаточно одновременно и сложным и легким потому что было несколько конфликтов ну небольших таких слабеньких естественно люди на остановках автомобили паркуют из-за этого мы не можем встать мы полицию звонили и не только я и люди уже тоже у нас сознательные они если видят что на остановке легковушки они тоже звонят они тоже звонят полицию возьмите и это правильно ребята на остановках нечего легковушкам делать мы это понимаем все что можно встать человека выгрузить и уехать но не просто же взять и машину кинуть на остановке это надо понимать и знать плюс такие вот иногда случаются локальные конфликты когда я отъезжаю с остановки а легковушки меня не пропускают хотя обязаны это делать и еще и сигналят и машут кулаками что мол и чего парень берега попутал вот иногда это даже доходит до абсурда и таких очень много которые вообще не знают правила дорожного движения я уже как бы и не расстраиваюсь особо я уже привык если честно так что имеем то что имеем возьмите так десятка скрутим сюда я сказал конфликты то есть но это не то что как бы ругань там или еще что то нет но так вот даже не знаю как словами это сказать бесконтактные конфликты вот так на словах на эмоции а так в целом нормально все я окно был утром почистил уже снова оно грязное от капель воды с кондиционера и сегодня целый день ездил с включенным кондиционером да и сейчас наверно включу его потому что очень солнце мне припекает так время 17.50 я выехал оп в камере у меня осталось место снять только на 58 минут вот сначала я должен успеть если не будет никаких там провок гагарина леготского а там я не остановился потому что никого не было на остановке и никто у нас не выходит я в маске как и все пассажиры у нас наверно все таки включу ее кондиционер потому что очень мне уже жарковато окно вот жаль что нам нельзя взять и затонировать его всецело так бы оно спасало оно у нас вот видите затонировано только снизу чуть-чуть полоска ну хоть что-то лучше чем ничего желтый включается зеленый и поехали ребята там увидел что новый квадроцикл здесь в салоне зелененький такой симпатичный его цена кстати 60 тысяч ривен это две тысячи долларов с копейками смотрите сколько у нас человек на остановке достаточно много думаю что это рекорд здесь у барвы я в тень встаю и открываю все двери один у нас человек выходит можно влезть все раз человек возьмите два три пятьдесятки да это с 50 возьмите двадцатки два возьмите 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 добре возьмите так секунду давайте так места у нас еще даже есть несколько мест еще есть крупные сюда возьмите 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 все смазкой мы проконтролировали все ребята время тикает сигнализация о том что воздух подкачиваться будет подкачиваться будет все уселись да еще места есть сейчас я посмотрю сколько точно еще мест осталось чтобы знать одно сзади вижу точно два один еще там еще там два один еще там назад посложу 1706 должен быть уже на автовокзале ну по графику должен я заглянуть на эту остановку скидываю все на кучу потом сложу чтобы время сейчас не терять так один у нас еще если я не ошибаюсь одно место еще есть мне отсюда не очень то видно надо останавливаться и присматриваться там вроде как пробка а может и нет вроде как и нет пробки непонятно а там сзади еще есть или нет места уже сзади да уже нет есть место есть вот одно и тут одно только два человека вот только вы нет а но уже нет где еще есть место раз и два есть нет 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 раз и два два человека все я извиняюсь не могу взять потому что нет больше у нас мест ребята вот это сейчас конечно проблема с этими местами с масками это все отнимает и время энергию внимание постоянно приходится считать смотреть смотреть а пробки нету я ехал сюда вон дед открыл дверь и все и сидеть с открытой вот такой у нас народ веселенький так кто то у нас выходит сейчас мы тут аккуратно посмотрим чтобы мы задницы не чукнули по забору и по бордюру видите тут такие достаточно кривые места тут у нас выходит человек значит у нас есть даже два у нас выходят у нас есть два свободных теперь места вот этого мы и будем отталкиваться теперь так уже легче считать это вот сложно когда часть стоит а часть уселась и я не вижу сзади есть там это место или нет но свободно или нет так же часто у нас на маршрутах бывают проверки поэтому мы должны контролировать количество человек и чтобы были все в масках так без этого сейчас никак без этого сейчас никак объедем тут люк и женщину она почему-то не хочет идти под полиция выскакивает на мазе зелененький а женщина не хотела идти по тротуару там еще одна полиция у них видать перекус или рабочий день уже закончился или приехали на вызов что тоже может быть так тут мы успеваем у нас два места вот вроде бы один человек к нам сейчас идет сзади вижу один бежит так но без маски это баланс нет только и и еще как а двадцатка упала я и женщинам нашла я вижу маску и одевается значит мы можем потихоньку ехать осторожно сзади газель она нам подморгнула наехали время в 18 02 у нас еще целых четыре минуты добраться добраться до автовокзала что мы успеем а водитель там вот спрашивал что такое я ему показал что маска жду пока человек оденет маску дмс илон маск наверное каи же моего каждый день сто раз часто вспоминаю маска маска оденьте маски тут мы спокойно повернули аккуратно эти что тыкаются мы сейчас пыль люка из-за этого за ремонта вот этого всего числе за пыль люка стоит невероятно едем вместе шанс впереди так красный свет так что а ребята вот я заметил сегодня они целый день устанавливали ливневку сливы слева справа слева справа много сделали теперь она но сейчас должно засохнуть я не знаю сколько дней смотря какой раствор они делали и добавляли ли они пластификатор туда для скорого у меня вот утром было 300 подписчиков сейчас уже 308 растут как на дрожжах и заметил что youtube меня сам начал активно рекламировать посмотрим что это значит с его стороны или алгоритма youtube увидели что и видео смотрят смотрят стабильно комментируют и youtube выгодно меня продвигать чтобы я им тоже приносил новых клиентов которые смотрят рекламу а за это youtube и будет иметь свои денежки многомиллионная компания кстати очень сильная очень крупная очень крупная и с хорошим аппетитом так сложим денежку пробки да так что может я вложенное время для камеры и не уложусь может видео даже оборвется где-нибудь у достора 58 минут у меня было так тут я не успеваю проехать уже придется ждать следующую сзади вижу двадцатка или восемнадцатка а я так встал хотя он там бы и так не проехал из-за легковушек сзади достаточно узко здесь сейчас потому что они оградили ливня так снимает вообще моя камера надо глянуть на красный флажочек да снимаю не очень видно мне слепит солнце так все у нас желтый зеленый и поехали тенечек хотя бы встанем чтоб было не так жарко так у меня снова отблю в бачке тридцать четыре процента обязательно сегодня надо будет вечером опять же заправить так она у нас уходит примерно раз четыре дня в пять дней что ли сложно сказать потому что я уже успеваю проехать еще и за мной даже еще шкода успела вроде как парень опасно едет навстречу лучше бы он уж ехал по тротуару здесь тут хоть широко можно ехать а дорога узкая относительно сейчас мы уходим на вокзал и мы помним что у нас одно свободное место только потому что двое вышли на переезде и одна женщина зашла на улице на улице будителей так повернули мы успешно здесь у нас вроде как один вот человек с маской готовится встану я до приезда так только один никто не выходит у нас тут кстати никто не вышел спринтерок выезжаю но все аккуратно смотрим чтобы никто из-за спринтера не выскочил пока выключу я пока что упал воротник чтобы он не пищал гляну сколько времени 6-10 сейчас ужин нам уже будет зеленый свет мы поедем здесь на украине должны люди выходить конечно же да они уже даже и сигнализируют посмотрю сколько вышло вышло 1 2 3 4 4 человека подождите там 1 2 возьмите вы уже нет извините здесь внутри и сзади женщина зашла 4 опять сигнализация воздуха где-то здесь имеется малюсенькая утечка и он вот не успевает подкачивать иногда когда я спускаю кузов а потом его обратно ровно у нас в салоне 30 человек цветы ребята где-то нарвали кстати уже были на нас и жалобы что мы не берем людей ни одна разные жалобы были но мы же тоже не можем всех взять так не успевая тут проскочить на подстаю в тенечке как можно сложить деньги чуть-чуть сейчас уже включится желтый зеленый мы поехали так на остановке 3 я вижу человека но сколько у нас выйдет надо посмотреть даже 4 вроде бы но выходит у нас тоже много выходит больше чем 4 1 2 3 4 5 вышло 6 вышло 7 7 человек и четверо зашло значит у нас 3 значит у нас 3 свободных места 3 место есть сзади меня 14 едет но тоже груженная вся вроде как или мне это кажется потому что люди по заходили стоят может кажется они я думаю что тоже ездят по правилам и не берут больше пассажиров потому что штрафы все-таки огромные как для водителя так и для предприятия савдюха еще едет а потом за ней мы тут левый поворотник включаю и сразу ухожу влево потому что тут много автомобилей еще и велосипедист едет 14 сзади вижу ее в зеркале так у меня 3 место может кто-то и выйдет еще дальше не вижу пока что нет не выходит никто не выходит никто только трое проходите извините извините все а вы уже нет по моему уже нет уже месяц нема не бачу раз два еще нема они пошли в 14 но ничего не сделать но он тоже всех он не взял часть часть на остановке народу осталось так аккуратно следим и за велосипедистом он позади нас уже наверно сбоку нас да он даже и не думает что опасно это так ехать так мы помним что у нас количество мест ограничено но здесь никто не заходит а только выходят только выходят у нас люди только выходят у нас люди так раз вышло два женщина три три человека вышло три свободных места камера надеюсь не сместилась особо сильно и головы вот это вот мы попали в час пик такой обычно людей меньше но именно сейчас достаточно много видите мы много человек и не взяли даже так вроде ровно время в 18.18 стартуем тут встанем пока что в тень потому что и так там целый поток скопился чтобы на солнышке не стоять то я уже весь горячий нагрелся так жигуль там немножко выперся поэтому берем немножко побольше радиус вплотную бордюру так здесь у нас выходят люди и один парень вон как я вижу будет заходить 50 гривен я не подготовился сдачу возьмите все все вышли так вот не увидел сколько человек у меня вышло кто-то жмет случайно инвалидную кнопку ну в смысле кнопку для сигнала водителя от инвалида она расположена если сесть то на уровне коленей и люди часто вот не смотрят и жмут ее и она у меня здесь сигнализирует ну это случайно естественно но все же восьмерка едет здесь конечно же у нас много кто выйдет но и вроде бы я вижу что там и много кто стоит надо будет снова отсчитать количество человек смотреть маски маски шоу я бы так это назвал это все эпопею вокруг короны вот там идет 24 и тут сужение я его пропущу это Андрюха пропустим его мы и так успеем на зеленую стрелочку спокойно заехать только только мы уступим тем кто едет вот там и 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 на и 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 двери закрываем сзади еще господи боже мой как оно сигнализирует громко сзади еще я вижу Эдгарчик привет Эдгарчик сзади еще я вижу 4 или 5 мест но люди не садятся. Вон там как опасно, видите? И опять там этот велосипедист. А вот слева наша тоже остановочка. И люди вот как запарковались. Им, видать, тут надо очень стоять. Вот такие пироги, ребята. Так, у меня осталось 20 минут примерно до отключения камеры. Должен, в принципе, успеть. Если нет, то уже извиняйте. Сзади, да, я вижу 4 есть места, это точно. И женщина, и парень почему-то стоят. Стоят и не садятся. Хотя в ногах правда нет. Спасибо. Мужчина на пирожушке нас там пропускает. Сейчас, значит, опа. Бьется немножко здесь коробочка иногда. Вернее, не бьется, а пинается. Есть такая особенность этих коробок. Мужчина хочет идти, я понимаю, но я тоже спешу. Если взять график, то я уже минуту назад уже должен был отправляться с эпицентра. А я еще здесь. Так, тут четверо хотят заходить, они стояли в тенечке, и очень много у нас выходят, товарищи. Больше? Четыре выходят? Хорошо. Все зашли, все вышли. Деньги дали. А мы аккуратно погнали. не спеша смотрим, чтобы люди тоже нас видели наши маневры. Ведь водитель автобуса при выезде с остановки имеет преимущество, но в то же время он должен убедиться в безопасности маневра. так, камера сползает, потому что лоб у меня вспотел. Такое ощущение, что она постоянно движется. Мерседес какой-то у вас, да? Затонированный в ноль. Не видно там ничего, что творится. летом это классно, а зимой и осенью в слякотную погоду вечером думаю, не видно там ничего абсолютно. Как вслепую. Здесь вот как озончики постригли симпатично. Так, этого мы пропустим, в принципе, потому что там и так люди останавливаются. Симпатичные газоны там постригли, все почистили. Красота, одним словом. Крайслер уходит влево. Мы за ним следим внимательно. я тут не помещаюсь пока что. Его никто не пропускает. Здесь у нас двое выходят, почему-то много людей есть, кто хочет с нами ехать. Подождите секундочку, там еще два места. Два, один стоит. А сзади там два, три. Есть места? Четыре. Чекай. Возьми. Раз, два, три, четыре, пять. Заходи. Больше уже мест нету. Еще вроде одно место есть, если я не ошибаюсь. Одно точно есть. Вижу в зеркале, то есть камеру. А вот если еще, не знаю. нос чешется в маске, ух. Сейчас, если взять, то у меня опоздание в пять минут. И тут, кстати, тоже траву постригли всю. Видел, что парень там был, ходил с газон косилкой. Дрову всю спаковывал в мешки. Да, жаркий день, но воздух такой, честно говоря, освежающий. если встать на сквознячке, да, денешь. Вот джигуль. Видит, что идет сужение. Думал, 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 и в самый последний момент решил обгонять. здесь я не вижу выходит или нет, меня чуть слепит, поэтому я остановлюсь. Я не видел, есть ли кто-нибудь на остановке. Вроде никто не выходит, но на всякий случай открою и закрою. Все, никто к нам не движется. там эта яма такая нехорошая. Надо ее заделать конечно нашим коммунальщикам. Увеличу интенсивность кондиционера обдува и сразу же денежки все разлетаются начали. Вот вечерний час пик пробки начинаются в нашем сжатом маленьком городе. хотя это не Киев вот в Киеве да пробки есть. я бывал там иногда как встанешь два часа толкаешься пробки толкаешься ужасно оно изматывает эта пробка просто катастрофа ребята так тут у нас бабушка с цветами помещается потому что у нас два человека вышло пенсионный аккуратно выезжаем Skoda видит наш маневр время 18 31 до окончания записи примерно еще 8 минуток но мы не спешим едем аккуратно самое главное для нас это безопасность наших пассажиров и целостность автобуса сберечь его тоже а график опоздание это все второстепенное не столь важное тут у нас выходят вижу откроем задние двери и средние двери и достаточно много человек раз два четыре пять все левый поворотник газу электроника срабатывает и мы едем здесь здесь такая система что пока двери не закроются то ехать я не могу хотя жму в газ или нет автомобиль не сдвинется с места достаточно кстати интересная система и очень правильная как на мой взгляд но с ней много времени уходит на то чтобы ждать пока двери закроются спортсмены спортсменки движуха вон какая все куда-то едут кто-то что-то чего-то так у нас тут люди выходят но никто не заходят здесь уже редко когда кто заходит сзади никто не выходит а вот спереди 2,4,5 человек мышну все закрываем левый поворотник и он хоть и видел но все равно не уступил не хотят люди уступать ехать за автобусом да может он спешит куда кто знает тут яма уже образовалась на обочине такая достаточно я бы сказал увесистая если ночью туда случайно влететь на скорости то можно и колесо себе там оставить хотя нет не оставишь но на диск погнешь это точно яму маршрут так здесь у нас тоже остановка и кто-то даже у нас выходит встаем встаем так в тенечке сейчас уже солнце у нас за спиной уже ехать хорошо спокойно можно так люди вышли все поехали тоже вон спортсменка там пробегала пробегала если кто увидел говорю что люди очень активно занимаются спортом у нас есть такое а вот джип едет сузуки называется джимни маленький да удаленький и очень симпатичненький красивый у него очень хорошая проходимость так здесь нам никто не заходит только выходит вот он и поехал и выходит у нас достаточно много все вышли все левый поворотник и потихонечку едем вон как поставили что я не помещаюсь придется объезжать здесь кстати у нас скоро будет остановка официальная а та улырька ее уберут с маршрута у нас так а тут что такое хаотическое движение так идем побыстрее в тенечек там можно освежиться здесь у нас остановки нету у нас остановка джин летячий комплекс джин так посмотреть снимает камера или уже нет да снимает только не вижу сколько там осталось времени но уже осталось конечно немного от силы минут 5 наверное не хватает мне карты памяти закупить бы какую-то да побольше успеваем на джине у нас люди выходят но никто не заходит открываем средние и задние двери люди вышли все закрываем левый поворотник и следом за скорой едем не стремится и до 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 Время 18.38. Это был сигнал. Сейчас мы тоже остановимся на остановке ЭРО. Немножко я зашел в поворот шустро, но не беда. С правым под поворотником подъезжаем на остановку. Спустим кузов. Откроем двери. Все вышли. Можно аккуратно ехать. Бабушка стоит, надо смотреть внимательно, чтобы она не упала под колесо и не зацепилась. Этому я подсигналю, чтобы он остановился, что он-то может и не видеть нас даже. Вот кран, который там работает, едет назад на базу свою. Видимо. Работу закончил и домой. Так, здесь я вижу, что у нас никто не выходит. Никто не рвется встать. А на больнице может кто-то и выйти. Смотрите, я вот первый раз это вижу, что здесь справа остановка вся свободная. Это первый раз, что я за полгода. Что-то, видать, тут случилось. Или с полицией были, или что. Непонятно. Но остановка. Факт, что пустая. Это, ребята, удивительно. Такое не бывает. Может, это мне снится. Так бы всегда и у нас бы. Нам бы работать было бы намного легче. Так, здесь у нас тоже выходят. Тут у нас остановка, но она достаточно обширная. Так, никто к нам там не заходит. Поэтому закрываем. И отчаливаем. Уступаем к шкоде, пускай уже она проедет. И поехали. Сейчас вот я еду на Конечную. И там заканчиваю свой сегодняшний маршрут. Там я закругляюсь и в автопарк. Вон, ребята, в волейболы играю. Молодцы. Футбол мини. Спорт это вообще здорово. Тут мы объезжаем это углубление. Так, у нас тут ребята выходят. И там бутылочка какая-то была непонятная. Непонятная. Все у нас все вышли. Мы отчаливаем. Дальше. Мы отчаливаем дальше. Примерно уже камера не снимает. Но если снимает, то спасибо за то, что посмотрели. За то, что остаетесь на моем канале. Такое длительное время. Удачи вам во всем. Будьте спокойны и добры. Без этого никуда. Так. А в салоне у нас никого. ребята. Да, все. Опа. Вот здесь. Гляну. Ну, еще даже снимает. Так. В салоне у нас никого, ребята. Да. Все. Опа. маршрут окончен все на местах все молоточки вроде ничего не сломано все на месте сниму-ка я маску всего хорошего ребята до скорых встреч